13 мая 2013 года в Одессе в Институте математики и экономики механики Одесского национального университета имени Мечникова прошла общественная защита программы «Инновационное образование. Украинский выбор». Мероприятие прошло в рамках проекта «Образование задачи общества, а не государства. Общественного движения. Украинский выбор». А экспертную группу возглавил доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, координатор проекта Сергей Ветров. Стоит отметить, что «Украинский выбор» начинает проводить общественную защиту инновационных проектов, разработанных специалистами различных направлений из разных регионов Украины. В обсуждении программы приняли участие преподаватели одесских вузов, эксперты и общественные деятели. Саму программу представляла и защищала ее автор Татьяна Егорова-Гудкова, кандидат экономических наук, доцент Одесского национального университета. Директор этого университета Виктор Круглов обратил внимание на то, что научить управленцев принимать стратегические решения невозможно, и задача состоит в правильном отборе людей, способных к этому. В ходе дискуссии участники сошлись в общем мнении о том, что Болонский процесс не способствует развитию отечественного образования. Предложенная же одесскими специалистами программа может нести существенный вклад в решение проблем, которые стоят перед украинским образованием сегодня. Сегодня в Одессе было очень неформальное, живое обсуждение оригинального проекта, который разрабатывали одесские преподаватели и исследователи. Это подготовка студентов нового поколения фактически. Это очень широкая программа, рассчитанная на много лет, в том числе переиздание учебников по математике Киселева, известных, по которым учились все советские школы. А сейчас проблемы с математической подготовкой. Летние лагеря, конференции, издание оригинальных книг, монографий зарубежных ученых, которые работают на одну задачу – сделать систему образования Украины качественной, современной, мобильной и эффективной. И мы договорились с нашими одесскими коллегами о сотрудничестве в дальнейшем. Мы будем работать также и над проблемами украинского выбора, над задачами движения нашего общественного. И здесь тоже наметились интересные шаги. И поэтому задачи определены за работу товарищей. Продолжение следует...